Хочу с собой взять гель алоэ вера. Я его покупала ещё на Занзибаре. Но здесь есть вот столько средств ещё. Но сам вот этот пузырёк вообще очень тяжёлый и большой. Я даже думаю, что мне вот этого хватит. Хотя алоэ вера, гель, продаётся и в Таиланде. Можно купить и там. Но вот этот мне нужно использовать. И я взяла вот такую баночку от магния. Она лёгенькая, пустая, промылая, высушила. И в общем, хочу сейчас сюда перелить. Здесь хорошая крышка, она хорошо закрывается. И возьму с собой. Вот этот гель очень хорошо спасает от солнечных ожогов. И не обязательно прям до ожога доводить. Но в общем, хорошо смазывать кожу в первые дни после загара. Вот, как только вы на солнце находитесь, первый самый день. И вот вечерком после душа смазать тело. Очень хорошо. Он так хорошо смягчает, заживляет очень быстро. Вообще, я очень люблю этот гель. Он на 99% натуральный. Ну, я заметила, он продаётся везде. Везде, в любых странах, куда бы я ни ездила, я его видела. Но неохота покупать. Понимаете, что покупать, когда надо вот этот использовать. Вот его сколько. Ну, если уж не хватит, а его и надо чуть-чуть. Он так размазывается хорошо. Ну, тогда я докуплю, конечно. В общем, сейчас вот так потихонечку перелью. Вот в эту баночку. В общем, я вот такую косметичку с собой всегда собираю. Она вместительная. Очень мне нравится. Я её каждый раз с собой на отдых беру. Так, значит, смотрите. Пилочку беру. Ножницы маленькие, маникюрные. Так, ножик. Такой старенький нож, который не жалко. В общем-то. Его даже, может быть, я там и выброшу, оставлю. Но для того, чтобы, может, резать какие-то фрукты. Ну, то есть еду, которая будет у нас именно в номере. Ну, открывашка, не знаю, будет там или не будет. Иногда бывает в номерах открывашка, иногда нет. Так, зубные щётки и паста. Это я сейчас сложу ещё в пакетик дополнительно. Далее. Из уходовых беру для волос. Вот такое средство. Оно и блеск придаёт, и ухаживает за волосами. Это от Фаберлик. И завиток создаёт. Вот, потому что волосы будут непослушные. От воды морской. Дальше. Вот это крем для лица, корейский. Ой, такая бледная этикетка. Не знаю, видите вы или нет. От Неоджин. Солнцезащита 50+. Вот. Значит, это лицо, шею. Ну, в общем, я буду его добивать. Потому что прошлый отдых я его с собой брала. Здесь немножко ещё осталось. И вот этот крем ещё остался. Тоже солнцезащитный 50+. Вот. Но у меня больше крема нет. Лучше всего солнцезащитный крем брать именно там, куда вы едете. Вот. Потому что там будет хороший, качественный, сильный крем. Далее. Крем для бритья. Вот такой взяла. Маленький, чтобы не тащить с собой мужу. Вот этот баллон большой. Он тяжёлый такой. Сюда я перелила гель Алоэ Вера. Вот. Надо мне его добить. Ну, получилось вот столько, наверное. Половин флакона. Я его истрачу, и флакон там выброшу. Так. Далее. Бальзам солнцезащита для губ от Фаберлик. Это я вам показывала. Ну, вот такую резиночку я всегда с собой беру. Волосы собрать. Так. Ну, косметика по минимуму. Краситься я там не собираюсь. Может, немножко только для фотографий. Значит, матирующие салфетки. Далее. Вот эти блестящие тени кремовые. Я вам их уже показывала. Кремовые румяна беру. Вот такие. Ну, такой цвет нейтральный подо всё подходит. Тающие румяна. Они так хорошо ложатся прям. Вот для возрастной кожи, девчонки, обратите внимание. Нужно нам уже переходить на кремовые румяна. Тающие кремовые румяна. Я их когда-то брала в Белорис. Давно, правда. Они у меня, наверное, уже... Ой, больше года. И у меня, кстати, здесь ещё есть другой цвет. Вот он. Ну, он такой более яркий, с розовинкой. Я его не беру. Вот. Я беру именно вот этот тон. Очень хорошо ложатся на кожу. Прямо обалдеть. От сухих румян желательно нам уже отказываться в нашем возрасте. Так. Дальше. Тушь-брошь с собой. Вот такая тушь. Так. Сейчас, сейчас. А, от Фаберлик. Да. Вот. То она мне нравится. Она, правда, старенькая. Но здесь ещё есть. Вот так. Пробнички духов беру. Мужу Хугабос. И себе какой-то пробник я выбрала. У меня пробников-то полно. Вот. Ну, большой флакон зачем тащить? Вон у меня пробников сколько, смотрите. Вон они. Вот они, вот они. И внизу ещё. Вот это всё пробники. Вот. Большой флакон не надо с собой тащить, я думаю. Потому что при жаре не очень охота духами там благоухать. Так. Возьму, добью до конца тональник от Миша. Это корейское тональное средство. Обалдеть. Это уже у меня второй или третий, наверное, флакон. Очень хороший. С ним можно не использовать праймер для лица. Здесь солнцезащита 42. Вот. Видите, высокая. Очень хороший крем. Мне нравится. Уже, видите, даже старенький такой пузырёчек. Вот. Ну, скоро на выброс пойдёт. Тени от Эльф я беру. Здесь всё в коричнево-бежевых тонах. И я беру именно эту палетку. Потому что здесь тени можно вместо стрелки использовать. Вот эти чёрные. Дальше коричневый цвет можно для бровей использовать. Здесь как хайлайтер вот эти можно использовать. Или под бровь. Ну, в общем, вот это такая нейтральная палетка. Любимая. Она всегда со мной на отдыхе. Всегда. Это я беру из-за того, что она просто лёгкая. Это вообще-то запасной блок пудры. У меня пудра есть вот такая корейская. Она с эффектом фотошопа. Вообще все неровности отлично маскирует. Вот. Но она тяжёлая. А я беру запасной блок. Вот к этой пудренице. Вот. Он в лёгком таком футлярчике. Для отпуска пойдёт. Вот пуховочку сразу взяла. Так. По минимуму беру кисти. По минимуму буквально. Вот лёгкие маленькие три кисточки. И беру пробники губной помады. Они уже все измазюканные. Но я каждый раз с отпуска их выбрасываю. В общем, практически не везу обратно. Я вот такие пробники на Фаберлик заказываю. Очень удобно. Чем тащить вот эти вот большие с собой помады. Они и тяжеловаты, и вес лишний раз. А вот эти пробнички попользовалась и выбросила. Они стоят там рублей сорок, наверное, на Фаберлик. Так, вот эту сумку свою я возьму как ручную кладь. Она довольно вместительная, лёгкая. И в ней будет то, что может мне пригодиться в полёте, так скажем. В дороге даже точнее. Значит, смотрите. Влажные салфетки беру. Вот такие. Сразу пачку. Она лёгкая. Я не стала совсем прям большую брать. Антибактериальные салфетки. Всегда пригодятся. Здесь 20 штук. Расчёска у меня есть вот такая складная, очень лёгкая. Вот она. Когда-то мне её давали в бизнес-классе, когда мы летели. Там в наборе вот такая расчёска была. С тех пор я всегда беру с собой на отдых. Дальше. Смотрите, как я делаю. Я беру солнечные очки с собой. Именно вручную кладь. Какие-то одни очки. А другие я в багаж упакую. То есть я беру всегда несколько очков разных. И вот какой, значит, совет. Смотрите. Очки я всегда прячу вместо футляра. Футляры у меня все от этих очков здоровые, тяжёлые. Чтобы лишнего не брать. Я кладу очки в чистый носочек. Носки, кстати, я тоже вам всегда советую взять с собой вручную кладь. Носки. Я взяла мужу и взяла себе. Ещё чистые носочки. Во-первых, может обувь промокнуть. Всяко может случиться. А у вас будет вручной кладе всегда носочки. Допустим, багаж вы сдали, а с ногами что-то случилось. Может, у вас ноги замёрзли. Можно будет, вот, пожалуйста, надеть дополнительные носочки. Да? Или... Ну, или поменять носочки на чистые. Вот. Поэтому я всегда беру с собой. И вот чтобы просто так носки не лежали вручной кладе, я в них, значит, вот солнечные очки свои прячу. Здесь они мне не пригодятся, а пригодятся по прилёту. Чтобы глазам от яркого солнца было комфортно. Вот, в общем-то, вот такой полезный совет от меня. Так. И ещё, значит, я всегда с собой беру вот такой палантин. Вот он. Палантин очень большой. Прям очень. Вот если его развернуть, он прям будет огромный. И он очень удобный. Здесь бахромой. Он широкий. И можно как по крывалам просто укрыться полностью. Почти с ног до головы. Вот такой палантин в самолёте очень пригодится. Но я не люблю подушки вот эти надувные под шею. И почему-то мне с ними неудобно. А вот такой палантин я могу свернуть как угодно. И вместо мини-подушечки использовать. Могу им укрыться. Потому что обычно в самолётах бывает даже холодно. Вот. Ну и он, в общем-то, такой не тяжёлый. Я его сейчас сверну покомпактнее. И тоже уберу с собой вот в ручную кладь. С собой в ручной кладь я всегда имею аптечку. Значит, здесь самые такие распространённые лекарства. Я уж вам не буду полностью показывать. В общем, здесь уголь, найс, парацетамол. Для горла шалфей. Так, что тут ещё? Лейкопластырь. На всякий случай. Вдруг там какую-то ранку или ногу кто-то натрёт. Вот. Лейкопластырь. Они там продаются, но просто, как бы, знаете, бывает так, что вот он нужен здесь и сейчас. Как бы некогда бежать в 7-11, там покупать. Вот. Бинтик такой небольшой беру. Потом лапирамид от диареи. Так. Вот такой ещё лейкопластырь. Тоже всегда вам советую положить. Вот такой именно. Вот. Который вот можно отлепить. И, допустим, крест-накрест там что-нибудь прикрыть. Ранку, может быть, не дай бог, какую-нибудь. Вот. Ну, в общем-то, вот и всё. Да, вот шалфей для горла беру. И я не беру лекарства никогда в упаковках, в коробочках, чтобы, в общем-то, не брать с собой лишнего, облегчить вес. Вот. Ну, в общем, здесь пузырьков больших никаких нет, поэтому всё это можно вручную кладь пронести. Беру вот такую маленькую сумочку. Она очень удобная. Удобно её везде с собой носить. И, в общем, в неё обычно телефон, деньги складываю. Нашла у себя в рабочем столе, в кабинете остатки, так скажем, тайских денег, привезённых вот с прошлой поездки. В общем, здесь какая-то мелочь. Может, в магазине что-нибудь воды купить хотят, пригодится. И 20 бат ещё есть. Так, складываю документы, деньги. Беру ещё вот такой рюкзак. Он сейчас пустой. Значит, в него мы будем складывать верхнюю одежду. Это уже в аэропорту здесь, в Домодедово. А обратно, когда поедем, может быть, я в него какие-то покупки сложу. И сдадим в багаж. Он вместительный. Очень рюкзачок. Мне нравится. Я его в Марокко покупала. Вот. И в этот раз отдавала ремонтировать ручки. В общем, ручки не выдержали. И оторвались вот в этом месте. Я отдавала в ремонт. И вот он мне вот так прошил. Вот здесь сделал укрепляющий такой шовчик. Вот. Очень хорошо зашил. И вот здесь тоже укрепил. Ну, чемодан у меня пол пустой будет. Ничего особенного. В общем, я беру по минимуму. Вот в этой стороне моя одежда. Я сворачиваю всё вот так рулончиками. Потому что занимает меньше места. И, в принципе, когда одежду разворачиваешь, то она не такая мятая. Хотя у нас в номере должен быть утюг. Но, может быть, его не будет. Не знаю. В общем, в этой стороне моя одежда. Буквально, ну, несколько футболок. Штуки три, наверное. Летние брючки. Пляжные накидки. Шорты. Пляжная вот эта тоненькая такая Парео. Ну, в общем-то, вот и всё. Так, вот в такой косметичке здесь очки. Немножко бижутерии. Моя шляпа любимая. Вот. Чтоб она не помялась, я в неё складываю своё нижнее бельё. Вот так. А в этой стороне мужа одежда тоже самое. Штуки три, наверное, футболки, шорты, плавательные. Потом такие обычные шорты. Что тут ещё? Ну, тоже вот бельё его. Ну, ничего особенного, в общем. Вот это его половина, это моя половина. И отдельно беру, ну, вот такой пыльничек от сумки взяла. Очень удобно в нём складывать. Здесь купальники. Вот здесь купальнички. Вот так сверху положу. И что ещё? Беру всё-таки, не хотела, конечно, там жарко, но иногда вечерами бывает прохладненько и ветерок. Беру вот такие брючки, обычные. Вот, они мне так нравятся. Они лёгенькие, хорошие. Сейчас сложу аккуратнее. И обязательно, обязательно беру с собой с длинным рукавом белую рубашку. Вот такая рубашка всегда на отдыхе выручает. Во-первых, она выглядит очень хорошо. То есть модно, стильно. Её можно комбинировать с любыми предметами гардероба. С шортами, с брюками. Ну, в общем, с чем угодно. Эту рубашку можно и в ресторан надеть. Немножко добавить, может быть, бижутерии слегка. И всё. Рукава можно закатать. Можно вот так вот сделать отвороты. Можно длинные рукава, если, допустим, от загара. Такие рубашки быстро сохнут. Если вдруг она запачкается, можно простернуть там или отдать прачечную. Вот. Она очень быстро высохнет. И под неё любую футболочку можно надеть и носить её на распашку. Ну, в общем, вот обязательно вот такая вот рубашка должна быть. Обязательно. Я её беру с собой. Сейчас сложу её аккуратненько. И всё. Ну, и в принципе, мне останется собрать только аппаратуру. Это уже в последний день я соберу. В общем-то, различные карты памяти, жёсткий диск, провода, микрофон, фотоаппарат, видеокамер, несколько штук возьму. В общем, приготовила сумку для ноутбука. Ну, в общем, с аппаратурой это всё я оставляю на последний момент, потому что мне сейчас ещё кое-что понадобится. У нас до вылета осталось всего лишь пару дней, и мы едем к турагенту забирать билеты на самолёт. Я не знаю, везде ли так, но вот у нас такие правила, что только за двое суток до вылета турагент выдаёт билеты на самолёт. Она же нас сама и зарегистрирует. Когда начнётся онлайн-регистрация на рейс, вот, и я всегда её прошу какие-то хорошие места выбрать. Ну, при возможности, конечно, и желательно около окошка, потому что я всегда снимаю. Вот, ну, в общем, сейчас назначена встреча, и мы сейчас едем к ней. Да, кстати, я отремонтировала свои серьги. Вот они, вот эти с голубым камнем. То есть камень остался прежний, а сами дужки другие, новые. Вот. И не знаю, они, в общем-то, тоже такие слабенькие, эти дужки. Я всё время, когда серьги надеваю, я их немножко прижимаю, чтобы они из уха не выскочили. И вот как раз от этих прижиманий эти дужки всегда у меня и лопаются. Ну, ничего страшного, отремонтирую ещё раз. Оказалось, что это не проблема. Ну, как всегда, здесь всё забито. А, вот наше место. В прошлый раз мы сюда ставили, и сейчас это же самое место свободно. Ещё и дворы плохо очищены от снега. Памятка туристам. Ну, в общем-то, всё. Летим мы от аннекс-тура. Я на этом с вами прощаюсь. И встретимся теперь уже с вами в Тае. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok